И еще в холле ребят зарегистрировали и разделили на шесть команд. Причастность к каждой определялась цветом звездочки на груди участника. Так они легко могли найти свою группу. В актовом зале школы собрались девчонки и мальчишки из всех образовательных учреждений города. Многие десногорские ребята надеются поступить именно в технический вуз. Первый наукоград в России предоставляет такую возможность. Его институт – один из ведущих в области образования, связанного с атомной отраслью. Ежегодно туда поступают сотни выпускников со всей страны. Третье место в рейтинге высших учебных заведений обеспечивает ему неизменную популярность среди абитуриентов. Все это и многое другое старшеклассники города узнали на встрече с представителями института. Нам нравятся ваши школьники, потому что те глаза, которые мы видим, горящие глаза, они говорят о том, что у них есть интерес к тому, чтобы работать именно по тем направлениям, которые мы предлагаем сегодня. В этот раз ребятам предстояло пройти несколько этапов квеста. Обнинский институт предлагает различные направления для сегодняшней атомной отрасли и для всей экономики России в целом. Это ядерная физика и ядерные технологии, лазерные плазменные технологии, интеллектуальные кибернетические системы, социально-экономические науки, биотехнологии и фармацевтика. Именно поэтому образовательный квест «Материк непохожих» в форме интерактивного пространства состоял из профильных мысов и островов. На каждую точку материка, а их было шесть, отводилось 40 минут. Интерактивы проводили 12 модераторов. Это кандидаты наук, доценты, магистранты и ассистенты. Помогали школьникам волонтеры-навигаторы, сотрудники Смоленской атомной электростанции. Старшеклассники с большим интересом впитывали новые знания и увлеченно проводили опыты. Например, во вселенной мозга смогли в прямом смысле посмотреть, из чего состоит человеческий мозг и даже подержать его в руках. А на интерактиве «Волшебная химия цвета» создавали искусственную кровь. Мне очень нравится, немного сложновато. Например, сейчас я на интерактиве связана с химией. У нас в 10-м классе нет сейчас химии и очень сложно быстро вникнуть в тему. Но очень интересно. Мы свешиваем различные жидкости и получаем новые цвета. Я узнала, как получают в кинотеатрах кровь, чтобы показать различные сцены. В завершении образовательной площадки все ребята получили именные сертификаты, что непременно пополнит их портфолио при поступлении в ВУЗ. Возможно, это будет именно Обнинский институт атомной энергетики. Как отметила начальник Центра дополнительного профессионального обучения Оксана Ощехина, уже в этом году среди студентов института есть участники прошлогоднего образовательного квеста.